лежит тут спит у него проплешки зарастают но сейчас для лучшего результата мы взяли специальный шампунь оказывается еще есть именно которые от всяких грибков вот эти проплешины вызываются грибком кроме лекарства которое дается внутрь его сейчас еще раз искупаем специальным шампунем пойдем к темночка больше стал конечно столько жрать еще толстый такой что такое шум воды боится может быть испугался шума воды ну что то что это болезнь котеночек готов погружая ой осторожно лапками то держись тепленькая у него лапы длинные типо размеры по размерам тела он вообще у него хвост длинный хвост длинный я такой не видел ни у кого это не эгейский котик это котик наверное какой-то длинно хвостик у него еще и уши большие да и уши большие уши не настолько большие но и хвост и лапы точно такие длинные ему хорошо тепло тут водичка тепленькая мордочка тоже да тут надо тоже чуть-чуть намочить у него же тут на ушах проплешины их надо будет мазать шампунем ну вот так не кричит как тут раз кричал да с носа надо попробовать вот это отмыть до этого не будем быстренько намочить у тебя так давай тут надо вот так намочить тоже вот тут просто ушки где тут проплешинки вот тут тоже проплешинки чуть-чуть есть на какой-то спокойный уже привык да ты что хрипленький вот сейчас мы должны нанести этот шампунчик везде чтобы он пропитал кожу да ты слушай больше стал уже как быстро растет конечно столько есть за день вот тут вот эти проплешинки на ушах на животике наверно тоже обязательно сейчас я буду над водой держать чтобы не смылся шампунь так животик это самое наших все тут много всяких грибков это специальный шампунчик который все эти грибки устраняет вот он уже так не кричит как тот раз кричал лапки еще надо не забыть у него на лапках проплешинки у него на лапках прям лысый там да к сожалению вот ой молодец ой молодец ой какой хороший спокойный котеночек хвостик еще даже добавим он не так хорошо мылится этот шампунь как тот обычный но зато он полезный вот мы не будем жалеть мы с запасом его пропитаем шампунчиком я понимаю не понравится тебе наверное запах но носик давай вот у тебя вот на носике что-то это вот это вот черное оно пустело появляется да на бороде тоже хорошо понимаешь там не такие точки ой на бороде тоже вон точки и до сих пор есть эти ну что делать котеночек терпи так ну вот мы всего пропитали котеночка теперь смываем ты готов? он готов он уже вообще спокойно молчит для него уже процедура наверное скоро будет привычная ты парся сейчас мы тебя смоем так выходим помылись теперь чистенький давай чуть-чуть вот так водичка стечет выжмем тебя какой он спокойный стал а помнишь как он кусался ага такой мимимишный теперь стал смотри какой мимимишный смотри самому мимимишность уже не сопротивляется он знает что мы ему только только добро желаем и носик такой красивый стал почище ой там грязь на бороде чуть-чуть Сейчас мы тебя высушим. Смотри, печенька, кого мы помыли. Скоро вам можно будет ознакомиться поближе, пока нельзя. Ой, кто это тут у нас? Какой-то заках от него. Котеночек, почти уже выздоровевший. Что, Рыжик? Ты тоже хочешь помыться? Рыжик. Это он странно смотрит. А, Рыжичек Митиянов тоже для профилактики помоем. Убежал. Сразу слинял. Какая-то грызюка, по-моему. Может быть. Да. Мы ее сильно корябать не стали, чтобы ему больно не было. Угу. Что-то он не урчит в этот раз. Что такое? Что-то не урчит. Ты почему не урчишь? Ты разучился урчать? Или ты не благодарен, что мы тебя подлечили? Он говорит, ставьте лайк. Ты решил познакомиться? Нет, не хочет. Ставьте лайк, чтобы котенок поскорее выздоровел. А мы увидимся с вами в следующих видео, где вы узнаете, помогло ли наше лечение котенку и выздоровел ли он. Зарослили ли его проплешинки маленькие. Ну, до скорых встреч. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова